МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжит новости в студии Джамиля Шарипова. И коротко о главном сегодня. Борьба с потерями электроэнергии в сетях начата. Назначен новый гендиректор дагестанской сетевой компании Владимир Слышиков. Почти засуха в селах Хасавюртовского района бьют тревогу. Две золотые и одна серебряная медаль. Дагестанские вольники вернулись из болгарской Софии. Наркопритон обнаружен в одном из ресторанов Махачкалы. Как сообщает пресс-служба МВД, 36-летний житель поселка Симендер, администратор заведения, предоставлял кабины для потребления наркотических средств. Наркопритон был обнаружен в ходе оперативно-профилактических мероприятий, проводимых в рамках операции МАК-2019. Задержанные не оказали сопротивления, их поймали с поличным. Всех находившихся внутри особых комнат хозяина, администратора и их посетителей отвезли в отдел. Сейчас собираются материалы, чтобы принять окончательное процессуальное решение. Около 40 населенных пунктов остались без электроснабжения. Об этом сообщает МЧС Республики. Отключение было аварийным. Без электричества остались жители Дербенского, Табасаранского, Левашинского, Сулейманстальского. Три населенных пункта в Кайкенском районе и частично в городе Дербент. Во всех районах ведутся восстановительные работы. Дагестанскую сетевую компанию возглавил Владимир Сыщиков. Сегодня состоялось официальное представление нового руководителя коллективу. Перед новым руководством были поставлены несколько задач. Основная – снижение и борьба с потерями электроэнергии в сетях. В решении этой проблемы Владимир Сыщиков имеет положительный опыт. Сегодня нужно сосредоточиться на ряде очень узких направлений. У нас очень сложная ситуация с потерями электрической энергии. Владимир Сыщиков имеет очень хорошую опыт работы в свое время Домбов-Энергии, которым возглавлял, по сути дела, занял первое место в городской оценке. Значит, по работе с потерями электрической энергии. Мы считаем, что вот этот опыт сегодня, это истание, это в России. Сыщиков сменил на этой должности муртузалий Гитина Расулова, руководившего сетевой компанией с ноября 2016 года. По словам директора МРСК Северного Кавказа Виталия Иванова, с прежним руководителем никто не прощается. Он будет возглавлять Дагэнерго. Было достаточно много аварийных отключений, и на самом деле, к сожалению, без денег сделать ничего невозможно. И когда формируется тарифное решение, соответственно, они же закладываются именно с расчетом на 100% сбора денежных средств. Если мы с вашей помощью не сможем решить эту проблему, то, соответственно, для нас уже не могут быть в плечу и менее важные проблемы. Вода – источник жизни, а ее отсутствие – источник проблем. В некоторых селах Хасавертовского района в буквальном смысле – засуха. В поселениях, где главным занятием жителей является сельское хозяйство, дефицит воды. Терпение у людей почти на исходе. Они отчаянно обращаются во все инстанции, но пока безрезультатно. Куда девается вода в районе и что говорят по этому поводу представители власти, смотрите в сюжете Абдуллы Алиева. Так выглядит канал на границах Хасавертовского и Кизюртовского районов. Здесь воды достаточно. А вот так он выглядит ближе к поселению станция Карландюрт Хасавертовского района. Уже несколько лет местные жители испытывают проблемы с водой. Ни для питья, ни для полива сельскохозяйственных угодий ее не хватает. Вот мы видим, что со стороны Гадары и в сторону населенных пунктов станции Карландюрт и Кокрык в канале вода есть. Может немного, но она есть. И течение тоже неплохое. То есть, если на сегодняшний канал будет в нормальном состоянии, если она будет очищена и от водорослей, и от деревьев, которые у нас здесь есть, то если воду обеспечить нормально, контролировать водой, то эта вода в этих селах поступит. Причин, по которым возникла проблема с водой в этих селах, несколько. Это загрязненность канала, самовольные врезки и поломка щитовых затворов на шлюзах. Неудивительно, что водоем на территорию Кокрыкского сельсовета все больше становится похож на высыхающую лужу. Здесь взяли трубы, поставили. Сами взяли, и никто ответственность не несет, и люди страдают из-за этого населенного пункта, вот село. Взяли, отбросили трубы, и никого нет, никто не контролирует. Вода идет бесхозно. Никому не интересно, никто меры не принимает. И все, вот что дальше. И сколько таких примеров по каналу есть? По каналу есть еще валом труб, вот таких отбросанных. И всем инженерных служб здесь у нас на этой канаве, от Гадары до Кокрека. И ни одного работника нет у нас сегодня на этом шлюзе или на воде, чтобы закрыть его, или чтобы население пользовалось водой. По словам местных жителей, они неоднократно обращались к муниципальным властям, чтобы решить наболевшую проблему. Но все заканчивалось только обещаниями. У них даже был заключен договор, дающий право использовать воду для орошения сельхозугодий. Но, увы, воды недостаточно и для этого. У нас, посмотрите, в любой огород зайдите, у нас огороды высохли буквально. Надо обязательно покупать и насосы, и покупать бельзины. Нам обходятся огороды триторгой. Это ладно. Да, и без насоса нет воды. У нас элементарно качать нет, у нас даже пить воды нет. И сейчас зеб, буквально, которую заполняют у нас в бассейне, она элементарно питьевая, она вонючая. Полива нет уже. Засожили огурцы, помидоры были. Вот эта фасоль у нас сошла. Тоже нет полива. Вот из-за него каждый день друг друга беремся. Вот капли воды отсюда идут. Нет воды. У нас нет воды для полива. Каждый сезон мы страдаем. Куда бы мы ни обращались, нас отфутболивают чисто, теоретически. Никто не виноват. Все правые. По словам руководителя утверждения, отвечающего за этот канал, Мафсара Айдемирова, проблема возникла из-за нерационального использования воды жителями села, расположенных возле канала. Как уверяет Айдемиров, уже с сентября этого года начнутся ремонтные работы, которые решат все вопросы, связанные с водой. Еврейские, самовольные, очень много. Вот сейчас у нас запланирован в этом году, в сентября до конца года, капремонт водного канала. Именно за то, что он в таком состоянии, где мы будем ликвидировать вот эти самовольные врезки все. Мы своими силами поменяли щитовые затворы, из-за которых потери воды происходят. Свой момент, то, что вот сами жители недосциплированно пользуются водой. Вот это вот, они как-то умалчивают все. До того доходят, вот меняем щиты, да, вот, они дорого стоят. Вот там трубы поставили. Два-три щита уже поломали в этом году. За то, чтобы им не закрывали отвод, берут тракт, он цепляет, ломает. Быть или не быть в воде на территории Кукрековского сельсовета покажет будущее. Но однозначное решение проблемы кроется во взаимопонимании местных властей и жителей сел, расположенных возле канала. Ну а пока местные жители терпеливо ждут и надеются, что власти войдут в их положение, пойдут навстречу и справедливо распределят воду между гражданами. А те, в свою очередь, подойдут рационально и справедливо к использованию воды. В столице Дагестана в числе городов-лидеров с худшими дорогами в стране исследование проводилось агентством ZoomMarket. В опросе приняло участие 3000 человек в 25 городах России. Худшими оказались дороги в Челябинске, Махачкале и Омске. Тем временем в собственность Махачкалы было возвращено более одного гектара незаконно захваченных земель. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил мэр Махачкалы Салман Дадаев. С начала текущего года из чужого незаконного владения изъяли 23 участка. Это более гектара земли. Самый маленький из них – 450 квадратных метров, самый большой – 1370. Мэр Махачкалы отметил, что работа по возвращению земель из рук частных собственников будет продолжена. Возможности территории, опережающего социально-экономического развития, моно-города «Дагестанские огни». Эта тема стала основной на выездной встрече в Рио-министра экономики Гаджи Султанова с бизнес-сообществом. Предприниматели рассказали о проблемах ведения бизнеса, о своих предложениях и желании реализовать проекты. Были рассмотрены все идеи. Это открытие кирпичного цеха, спортивного зала и гостиничного комплекса. Для этого им необходимо собрать пакет документов для получения статуса резидента ТАСЭР. Также на встрече было принято провести бизнес-форум в дагестанских огнях. Я думаю, что и вы, предприниматели, которые представляете город, бизнес-города, заинтересованы в том, что город развивался. Создавались рабочие места, пришли инвестиции. Кстати, по тем требованиям, которые есть предприниматели, вы можете получить статус резидента с объемом инвестиций в 2,5 миллиона рублей и создав 10 рабочих мест. Напомним, ТАСЭР «Дагестанские огни» был создан в 2018 году и в настоящее время заключены соглашения о реализации 15 инвест-проектов, что позволит создать более 850 постоянных рабочих мест. Акцию безопасного поведения на воде провели в Дербенте. Спасатели провели мастер-классы, тренинги по обучению навыкам оказания первой медицинской помощи, дали необходимые рекомендации и подробно ответили на вопросы отдыхающих. Также все желающие смогли увидеть в снаряжении спасателей средства спасения на воде. Организаторы акции поставили свои задачи лишний раз напомнить отдыхающим правила поведения на воде. Мероприятие актуально, так как одной из главных задач, стоящих перед Дербентом, является развитие туризма, подчеркнул в своем интервью заместитель главы города Шамиль Алиев. Сегодняшнее мероприятие актуально, потому что одним из векторов развития города Дербент предполагается развитие туризма и обеспечение безопасности туризма, в том числе на воде, является актуальной составляющей при реализации данной задачи. Очень важная составляющая, что мы должны обеспечить безопасность также и детей на воде. У детей вода и море ассоциируются с чем-то веселым, приятным, хорошим. И мы в том числе поставили себе задачу напомнить лишний раз, что вода, она зачастую при неправильном несоблюдении правил безопасности на воде приводит к беде. На пляже были организованы спортивные мероприятия – гиревой спорт, плавание, подтягивание на перекладине, футбол и другие. В завершение гостям представили развлекательную программу. Дети сотрудников полиции, погибших при исполнении служебного долга, вернулись из Бурятии. Напомним, они находились в детском оздоровительном лагере «Байкальские волны». Каникулы на берегу озера. Для них было организовано МВД по республике Дагестан. В течение трех недель ребята посещали памятные места региона, познакомились с традициями и культурой народов, проживающих в Бурятии. В международном аэропорту «Уиташ» детей встретили их родные, которые с нетерпением ждали возвращения ребят домой. Это была фантастическая поездка. Как говорят, мы посетили настоящий священный Байкал. Дети остались прям с огромным впечатлением, много позитива, много радости, веселья. Объятия родных, добрые слова и поздравления. В Махачкало вернулись триумфаторы юношеского первенства мира по вольной борьбе. На родине чемпионов встречали родственники, друзья и многочисленные земляки. Турнир в столице Болгарии завершился еще пять дней назад, а эмоции все еще не стихают. В Софии дагестанские вольники в составе сборной России завоевали две золотые и одну серебряную медаль. Вне конкуренции в своих весах были Магомед Тагир Ханев и Ариф Абдулаев. А в шаге от первого места становился Загид Каримов. Медалистов с успешным выступлением поздравили представителя Минспорта, городского спорткомитета, тренеры, а также руководители районов, откуда родом чемпионы. Всем спасибо, кто болел за меня, кто поддерживал. Всем огромное спасибо. Тяжелая схватка в финале была. До финала я не дал баллы, всем делал 10-0. В финале настроился просто неправильно походу. Отдал сразу два балла. Не ожидал от него этого действия. И вот так пошла трудная эта схватка. Выиграл 9-6. Отметим, что медали дагестанцев помогли сборной России выиграть общекомандный зачет, опередив сборные Ирана и Индии. Это была последняя новость в этом выпуске. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова